так мне сегодня щи сварить для вани сварить суп с фрикательками так мне сегодня блинчики сделать на сыворотке и если успею я сделаю печеньки песочные вот обычно песочные печенье по быстрому рецепту как всегда я люблю чтобы было все быстро и вкусно я разом варю два супа и винегрет делаю это щи сюда я вот уже запустила корень сельдерея очень вкусный овощ и вот ваня чкину кастрюлю тоже корень сельдерея лук и морковь как говорила я уже поджарки я не делаю никогда все варю поэтому так вот сюда продолжаю лук морковь запускать так все это будет варить потом а это сельдерей тоже корень сельдерея для ваниного супа так вот сюда овощи пошли капуста у меня тоже сейчас сразу отправиться она потому что это на зимний сорт она долго варится вот то есть здесь у меня еще раз повторяю сельдерей лук морковь и капуста сейчас это все поварится хорошенечко и сюда пойдет потом уже картошка и на мелкую терку небольшую свеколочку сырую патрун так это пускай варится до для винегрета винегрет у меня будет легкий без картошки вот соленые огурцы свежая капуста зеленый горошек лучка сюда потом порежу его свекла доваривается вот много свеклы туда положу так что вот а сейчас я начну резать картошку для щей и для супа а и еще значит блинчики буду делать вот сыворотку достала на пол литра сделаю и еще попробую успеть печеньки сегодня сделать о план какой действий все погнали дальше ну вот ванечкин суп уже скоро будет готов делать завершению идет картошку я запустила вот она пшенца сюда положила веточка базилика у вкуснитель а еще сейчас маленький листочек лаврушечки положу ну вот останется только все посолить ванечкин супчик можно будет сказать уже готов так дорогие друзья можно кормил подобрел маленько да саш подобрел да взял камеру так ванечкин супчик готов все я его уже отключила теперь щи картошку я запустила вместе с картошкой я запустила уже и болгарский перец от который мы замораживаем так и что еще а и разобрала мясо сразу не сказала щи мы готовим из свинины вот мясо уже здесь есть уже все готово теперь очередь настала я сейчас меленько-меленько пока потру свеколку вот такой достаточно будет она и хороший вкус даст и цвет хороший даст а потом я сразу запущу уже краснодарский соус который мы покупали с папой светофоре так что вот заодно успела нарезать уже винегрет свеклу свеклу нарезала кстати говоря почему странность такая посадили два сорта свеклы этот раз посадила близко друг другу а то иначе они вот такие кабанистые вырастают приходится скотине все отдавать и вот короче говоря одна сладкая одна не сладкая сладкая не сладкая сладкая не сладкая не сладкая через раз саш в чем дело да не насыпал я туда вообще никакого сахара в общем то вот так вот сейчас вот натру их сразу в щи здесь перемешать добавить сольки и заправлю пахучим маслом салон будет готов вкусно получается я уже делала мне нравится конечно лучше был без квашеная капуста было но ее нет исходим из того что есть так ну вот мелко свеколочку потерла это я не знаю еще бы за овощи я не взялась серьезно все перепелком готов у меня из рук вырвать так вот запускаем сейчас увидеть какая-то будет красота так руки мою ложечкой сейчас все помешаю саш показывай красоту вот он сразу становится ярким цветом как красивый и не надо никаких зажарок делать но это я конечно на свой вкус исключительно на наш вернее просто у нас так получилось что у саши несколько лет назад чтобы не поел него изжога чтобы не поел изжог ну чё такое ну да конечно любили очень жареную пищу это все нормально решила не делать зажарки в супы изжога прошла а на вкус он говорит не повлияло да так же вкусно получается поэтому решили все время так уже и делаем что ребенку я вообще любые супы и щи я никаких зажарок не делал так все свекла пошла томиться вариться а я добавляю пока сладкий краснодарский соус вот еще в чем не знаю как это сказать почему то мои мужики считают что щи вкусные получается меня свекровь любимая научила что в щи нужен сахарку немножко добавлять вообще в принципе даже по телевизору мы смотрели я на тебя смотрю поддержки твоей ищу что если вот в еду немножко сахар добавлять то это как у вкуснитель усилитель вкуса то есть вот в супы и щи вот можно немножко добавлять сахара будет только вкуснее так ну вот несколько ложек томата краснодарский томат он уже вот это вот в этой банке вот он уже сладкий попробуй мой саш вкусный вот его из макароны можно сюда порезать если немножко травки лучку получать шикарный кетчуп так что банку открыли эту будем уже дальше его как кетчуп использовать чтобы быстренько съесть сладкий-сладкий он макаронами вкусно будет кстати говоря вот бантики сварил дети дети вернее как папа поел и лишь поел и ваня ваня есть макароны любые из папиной тарелки вкусно все если так вот ему отдельно положу он не будет есть он будет вот именно вот он бантики выкидывает а из папины тарелки ест папа тебя все вкуснее всегда так ну вот теперь пробую сейчас буду солить до сахар не надо свеколка дала сладость прелесть вообще вкусно будет так сольки сейчас попробую так и сюда тоже в качестве вкуснителя добавляем лавровый лист и веточку базилика я говорю какие мы молодцы что в этом году ветки эти вот не выкинули а засушили вот именно веточка семенами и тут такая пряная специи такой запах такой вкус дает вообще прям прелесть так еще немножко солить надо я как бы обычно недосталиваю саша конечно он любит все как посолонее поострее пробую еще раз на соль а душистые это душистый еще без увкуснителей всяких виде лаврового листа а если положить вообще сказка будет все очень вкусно прелесть ты поел чё слюни-то глотаешь уже что-то как вкусно рассказывать но если мне вкусно и твой по два раза уже поели а я точнее ну хорошо договорились так вот они наши волшебные баночки лаврушечка как я уже говорила это лавровый лист свой сашина мама два деревца вырастила вот она один нам обстригла один себе но андрей еще само собой как же не большая семья так и вот достаточно вот такой веточки семенами вот вот понюхай саш вот за засунилось сюда как как душистый пахнет вообще обалдеть очень душистым у меня еще банка есть там с листьями так что вот ну собственно говоря все щи я накрываю еще минут пять можно будет выключать тут все готово но далеко никто не уходим сейчас буду делать блинчики субботний день продолжается время уже без десяти три суп щи сварил винегрет сделала макароны уже давно сварила блинчики сейчас буду делать и буду печь печенье тесто буду делать разом и то и другое значит блинчики 4 яйца я разбил сюда видно не видно ну короче здесь 4 яйца так дальше ложек 5 наверное сахар у меня мальчишки любят сладкие блинчики и сухие никогда маслом их не смазываю так сахар готов щепотку соли масло масло наливаем масло идет у нас вот в середине нет в конце декабря покупали четыре бутылки вот одна осталась так масло наливаю на глаз примерно ложки три наверное столовой так и венчиком сейчас все это размешаю муку мы берем ваша не это не выше сорт мука но себя она хорошо показала блинчики я уже делал печенье я уже делала все прекрасно получается люди говорят что и хлеб прекрасно с нее получается поэтому нет смысла покупать дорогую мы раньше маков обычно брали в два с половиной раза дороже это мука получается 21 рубль за два килограмма а то 50 уже так добавили все это размешали дальше идет мука муку кладу ложками сначала я где-то кладу с бугорком 6 ложек наверное вот так вот начинаю потом размешивать два три четыре пять шесть мало поэтому 7 и 8 мама меня учила делать как вот она 6 яиц обычно кладет на такую порцию но яиц этот расчет крупные какие-то 4 мне вполне хватит тоже брали в ашане 55 рублей деревенские написаны якобы высший сорт хорошие яйца крупные будут блинчики кстати говоря вот мои блинчики очень любят и для них это не как десерт это как полноценный прием пищи то есть нажарила блинчиков заварила крепкий вкусный душистый чай достала варенье если есть сметана то варенье разбавляем сметаной получается такой очень вкусный соус сладкий и вот они едят пока не наедятся полностью то есть этот для них прекрасная альтернатива обеду ужину не мясо не надо ваня у меня первое время не не ел блинчики он их рвал полиза паль полежит полежит рвет выбрасывает а это распробовал на сыворотке ему очень понравилось и вот он мне ходит мама блинчик дай мама блинчик дай говорю сынок еще мама не делала сейчас он спит проснется я ему блинчик да вот смотрите вот такое вот получается тесто которое я буду дальнейшем разбавлять сывороткой его надо как следует вымесить чтобы не было комочков сейчас ты его вымешу венчик прекрасно с этим справляется лучше чем вилка практически готова на блинчике тесто должно быть жидковатым так все вот она сыворточка такая это не пахнет ничем так вот сначала немножко наливая размешиваю потом уже все остальное в общем то получается что тесто замешивается очень быстро сейчас остальное все вылью и это тесто поставлю в сторону а сама начну делать тесто для песочного печенья пока я буду печь блинчики она будет стоять в холодильнике потом я его поставлю выпекаться вот еще немножечко так все тесто для блинчиков у готовыми выпекаю обычная на подсолнечном масле хотя мама меня учил на соли салом свиным салом соленым сковородку смазываешь они быстренько отскакивают я учу на массы хотя сало есть то есть выпекая на старой чугунной сковородке она не длинная все это готово отставляем в сторону и дальше песочное тесто так беру стеклянную такую миску здесь у меня где так 120 150 грамм масла ты его сюда она у меня так подтопилась мягкая мягкая очень так сюда добавляю сразу ну вот поменьше стакана сахара приторный тоже не надо чуть-чуть соли ну так щепоточку и растирают все сахар надо с маслом тщательно перемешать маслом запахло так такой сливочный запах хороший сюда сейчас я добавлю яйца потом где-то два два с половиной стакан муки на буду смотреть уже по консистенции теста вот привет сыночек встал вот сыночек проснулся ванечка не дождался мой хороший садись дорогой на диванчике посиди немножечко мышоночек у тебя да вы проснулись мышон очкам вот какие вы молодцы так вот с яичками вот такое получается жидковатая масса да сынок обниматься ты хочешь солнышко мое подожди дорогой сейчас будем обниматься сейчас сейчас могут тесто сделает и потом как будем с тобой обниматься так сколько что у меня поспал то получается мало спал ты нет как всегда два часа этот по нему часы замеряй редко когда спит дольше двух часов полтора два да сынок да дорогой ну вот получилось вот и теперь добавляем муку сразу добавляю два стакана так и дальше тесто я буду замешивать уже ложкой венчик потому что застрянет так вот два стакана добавила так и ложечкой она мягкая такое получится жирное сынок иди сходи к папе в илюшину комнату скажи папа привет я проснулся да скажи папа я пить хочу песочное печенье очень вкусно получается вообще очень очень вкусно и ванечка тоже ест его с таким большим удовольствием и все едят большим удовольствием саша кстати говоря нашел в аптеке эхинацею в виде порошка а то с этим как бы утра ну порошок в основном про какие препараты ну да виде чая мелкого я же видел как он там выглядит потому что магазине в основном какие-то продаются на спирту зачем они нам нужны проще заварить как чай вот ваню поить будем илюша вот хорошо прямо она помогла эхинацея и саш тоже да вот он чуть да не чая я прям заваривала им специальный такой стакан термос вот я туда завариваю они они вот пьют в течение дня вот несколько дней и все и болезнь не развивается как-то останавливается ну вот я думаю хватит сюда неким вот смотрите она какое тесто получается вот густенькое такое тесто сейчас я руками его еще немножечко и сразу поставлю в холодильник я как всегда люблю ленивые рецепты поэтому отдельно печенюшки я делать не буду а буду выпекать пластами а потом нарежу так хорошее такое оно мягкое мягкое тесто к рукам она особо не пристает потому что жира много будет вкусно вкусно вот так что сейчас блинчики на жарю можно сказать ужин почти готов будет думаю хватит на сегодня она завтра и на послезавтра вот десертом печенье будет у меня единственное второе чет приготовить на саш чем второе гуляш наверное буду делать мясной до до гуляш сделай а гуляш когда есть можно отварить чего угодно кто что любит хочешь макароны хочешь рис гречка любая каша картошка просто отварная но можно фрикассе сделать так вот я думаю наверное все таки еще немного муки надо все таки все таки я добавлю еще пол стакана муки все-таки покруче немножечко сделаю я как-то первый раз делала это тесто я добавила разрыхлитель конечно они получились у меня как пирожок не как печенье ну нет мне так как-то не очень поэтому на мой вкус добавлять сюда разрыхлитель и не надо тогда она получается как печенечко но все тесто я замесила на печенье отправляю в холодильник и иду жарить блинчики ну вот процесс идет блинчики жарится вот такая вот она старая-старая чугунная сковородка и сковородка еще сашины бабушки принадлежал в старом доме вот она была как я не пыталась ее очистить она страну сразу быстренько также становилась черный после первого же приготовления я бросила это делал так что вот процесс пошел вот у меня специальный половник для блинчиков то вот штучка специально лопаточка переворачивать так что дел пошло вкусного ваня сынок вкусно стой вкусно стой кушай мой хороший первый блинчик ванечке кушай дорогой мам пошла еще жарить да да ваня давай давай ну вот блинчики я пожарила осталось вот их так небольшое количество ванечка так погрыз их хорошо я парочку съела у мальчишкам моим хватит чай попить разок и вот я разложила песочное тесто по формам сейчас поставлю в разогретую духовку по очереди сначала один противень потом другой наверное минут 20 будут выпекаться потом порежу на кусочки вот и все ну вот козу заведем будет тебе молоко сегодня блинчики блинчики самая вкусная еда в мире это моя любимая еда одну партию печенья я уже достал порезала вот они такие вот получились сейчас вот последний ваня горячо вот так вот легко вынимается сразу вот так вот переворачиваем комментатор то а убираем режем чуть-чуть остывает и потом начинают уже крошить поэтому лучше прям горячем состоянии уже порезать мы собственно вот они печеньюшки какие он улучшать по улицу блинчики уже съели пока печенье пеклись в том что были в невкусно мы долго ели это было очень вкусно мы слопали сразу за раз все теперь можно начинать порядок наводить все все но молодец молодец ну хорошо